Дамы и господа, противостояние продолжается, и Лига С-70 представляет вам следующий поединок нашего вечера. Трехраундовый бой в тяжелом весе. В синий угол ринга добро пожаловать, боец из Испании. Встречайте, Чонфрай Спиньо Тротто! Продолжение следует... Продолжение следует... От красный угол ринга добро пожаловать, боец из команды САМБО-70! Приветствуйте, Виталий! 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 Дорогие господа, представим вам соперников и первым бойцам слева от меня в синем углу ринка. Его 25 лет, рост 198 сантиметров, а официальный вес 142 килограмма. Его профессиональный рекорд 11 боев, 10 побед и только одно поражение. Чемпион Испании по бразильскому джиу-джитсу, чемпион Европы по тайскому боксу, обладатель титула Звезда Канар. Дорогие господа, приветствуйте, Кампион Испании, Кампиона Европы, из Испании, Чуанцер Аспиньо Трофа. И его соперник справа отменял красного углу ринга. Ему 26 лет, рост 189 сантиметров, а официальный вес 109 килограмм. Профессиональный рекорд, 4 боя, 4 победы. Заслуживаю вас в этом фазы, трехрафтный четвертый фазы и четвертой России 5019. Из четвертой команды 1810, Россия, Виталий, Виноклов. Инструктаж от Виктора Корнеева. Смешанных единоборств Александр Лебзяк, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по боксу. Здравствуйте, Александр. Как зрелище, в общем? Плохой вопрос, но... Ну, я скажу, очень нравится. Если есть у меня такая возможность прийти сюда, я обязательно подприхожу. И огромное спасибо за приглашение. Я вот здесь. Ой, красавец! Все, вот что называется бокс. Вот если бы... Знаете, что такое... У испанцев ситуация сейчас такая, что такое не везет, как с этим бороться? Нет, лучше пускай они играют в футбол. Вот смотри, смотри, все, все, все. Знаете, сейчас сказалось 142 килограмма, вспомнилось другое. Большой шкаф громче падает. Да, 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 согласен. Виталий Миноковцев, у него соперника вообще никаких шансов. Сколько секунд прошло? 10? Ну, где-то так, да. Со стороны, как боксера, профессионала, как расцениваете? Что, почему? Ну, это нокаут. Как бы все, нокаут. Как бы ты ни вёл бой, если ты пропускаешь, ну, понимаете, челюсть у всех одинаковая. Поэтому... Тем более, Виталий был более, как бы, не то, что агрессивный, он был быстрее, более молниеносный, поэтому пропустил удары испанских. Это, как бы, спортсмен и всё закончил. Вот во всеуслышание, на всю страну, ваше личное отношение к СМС и к смешанным единоборствам вообще? Я вообще уважаю этот вид спорта, и я скажу, что, ну, ребята, молодцы, если есть у меня такая возможность прийти поболеть за наших ребят, я обязательно прихожу. Итак, держать. Россия, вперёд, и самбо-70 вперёд. Виталий 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 остановил поединок через 11 секунд первого рауна. Виталий 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 Виталий. Испанец не понимает, что произошло. В общем и понятно, на мой взгляд в этом есть самое большое искусство не только смешанных единоборств, но и любых единоборств, когда противник не понимает, почему он проиграл и как он проиграл. Это есть такой медот, когда боксер, ну как ты выжил, как ты? Это вот правой сбоку пропустил удар, и все закончилось. И здесь еще там 2-3 удара, да, и все. Это когда, знаете, задают боксеру вопрос, ну как ты отбоксировал? Он говорит, да знаете, я левой бью все там, правой бью все там. Начинаю сдаваивать раз-два, и слышу три, четыре, пять, шесть. Уже считаю. Отлично. Ну пока давайте смотреть, что будет дальше. Честно говоря, не ожидал я, что данная схватка окажется столь скоротечной, но в общем факт есть факт, 4-0, самбо 70 пока громит испанцев.